Народ, привет! В прошлом видео у меня спросили по поводу кондиционеров. Я хочу сообщить, что кондиционеров в США на фасадах домов не бывает. Либо это частный дом, либо это многоэтажный дом, либо это офисный дом. Кондиционеров вы не увидите никогда. Я имею в виду не самих кондиционеров, а приспособлений, либо коробок, в которые вставляются кондиционеры. Я не могу понять, почему у России этого еще не переняли, этот момент. Самое лучшее улучшение, извините за татологию, самое большее улучшение, которое я видела в плане кондиционеров, это то, что в новостройках сейчас эти короба под кондиционеры, они примащиваются сразу, и они хотя бы как-то визуально закрывают сам блок кондиционера, снаружи. Так или иначе, все равно красоты особо я в этом не наблюдаю. С блоком, с этим или без блока, все равно ничего интересного нет. То есть я считаю, что эстетически гораздо лучше, когда нет вообще никаких следов, никаких блоков кондиционера, либо каких-то коробов для каких-то кондиционеров, даже если эти короба красивые какие-то, или однотипные, как вот сейчас в новых домах, однотипные. Я не знаю, как в Европе, честно говоря, я была много раз в Европе, но как-то я не обращала внимания на кондиционеры. По-моему, я тоже не видела, чтобы в Европе торчали кондиционеры где-то на фасаде, в коробах или без коробов. Система кондиционирования и отопления в Америке централизованная. Это означает то, что сам модуль для целой квартиры, он будет стоять либо на крыше, либо где-то за домом. В частном доме точно так же стоит вот за домом два вот таких блока, или там один блок, сколько вам нужно кондиционеров. И этот один блок, он гоняет этот воздух холодный и теплый на весь дом. Как это строится? Значит, прокладываются на этапе конструкции, прокладываются трубы, которые идут между, допустим, первым-вторым этажом и гипсокартоном, который снизу подбивается. По этим трубам обычно такие гофрированные трубки, ну как трубки, гофрированные шланги, но они сделаны с алюминиевых таких, ну не пластмассовые трубы, да, такая вот кишка алюминиевая. Она проходит вот между, допустим, будет проходить между первым и вторым этажом, вот так. Потом под низом будет пробиваться гипсокартон, и эта труба будет проходить там. И воздух охлаждающий будет идти в каждую комнату через отверстие в стене, через дырочку в стене. А сами эти вот модули, вот эти кондиционерные, они же отопительные, да, они будут стоять либо на чердаке где-то, если это частный дом, то обычно на чердаках они стоят. Вот. А иногда они могут стоять на крыше, если это офисное помещение, там плоские крыши, это может стоять на крыше. Либо у них может быть какая-то специальная комнатка, в которую это все засунуто, типа такой кладовки. Но обычно в частных домах это все ставится прямиком на чердаке, и туда есть лестница, и есть определенные параметры по строительному коду, которые должны соблюдаться. Как далеко вот это все оборудование нагревательное, охладительное, стоит от стены, допустим, от лестницы, которая идет на чердак и так далее. То есть там целая куча требований для этого всего дела. Вот. Для многоэтажных домов даже больше требований. В офисных помещениях я очень часто вижу, что они стоят, эти все кондиционеры, просто на крышах, если это плотная крыша. Если такие вот крыши как бы с наклоном, наклонные крыши, то, видимо, там есть чердак, и это все оборудование стоит там на чердаке. Вот. Для кондиционеров внешние модули ставятся обычно на улице и гараживаются каким-нибудь, каким-нибудь типа заборчиком. И этот заборчик предохраняет, значит, этот модуль для того, чтобы, допустим, ну, ненужные люди его не туда не залезли. В частных домах они просто стоят сбоку дома, тоже легко как бы доступно. Сейчас я попробую вам показать, если я вижу. Вот смотрите. Это квартирный тип. Здесь, значит, ну, на первом этаже квартира, на втором этаже квартира. И вот эти модули, значит, я вам покажу. У каждого в квартире стоит вот такой вот модуль. То есть в этой квартире два кондиционера. Или это один кондиционер на первый этаж, а один кондиционер на второй этаж. Они стоят, вот, может быть, на заднем дворе, за домик, за домом. Видите, у следующей квартиры там тоже есть такие же штучки. Сейчас обойдем вокруг, я вам покажу с другой стороны. Вот. Это для тех ребят, которые спросили меня, почему не видно коробов кондиционеров. Это гаражи в этих квартирах. Эти все гаражи отделаны сайдингом. Построены они просто с обычных деревянных тубайфор. Это 2 на 4 инча фрейм. Фрейм, рама такая, обшита потом. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот этот кондиционер. Рамы эти обшиваются потом сверху. Как он называется? Шитрунг? Нет, сейчас. Фанерой. Вот, видите, вот так вот это делается. Вот, поэтому вы не увидите нигде этих модулей. Вообще никогда. Вот стоят вот таких вот два блока. Они обычно должны стоять на специальном постаменте. Вот я так понимаю, что два, потому что один для первого этажа, один для второго этажа. Так же, как и здесь. То есть здесь двухэтажные квартиры. По два кондиционера. Здесь у людей еще есть дворики. Это все квартиры съемные. Еще хочу добавить, что, может быть, я не заметила, либо мне не попалось нигде, чтобы в Краснодаре были... Были, наверное, в Москве, может быть, есть такие, может, в Краснодаре, просто нет. Комплексы, которые так называемые апартменты. То есть апартменты, это вот я гуляю сейчас, да, я вам показываю, это апартменты. То есть здесь живут люди, которые снимают это жилье. Это жилье построено инвесторами, оно именно сдается. То есть никто в этих комплексах квартирами не владеет. То есть это не кондоминиумы, не квартиры, как вот у нас, да, допустим, большой дом многоквартирный. И там каждый владеет своей квартирой, там, кондоминиумом, да, называться в Америке. Есть у нас такие дома в Америке, что можно купить квартиру. Это будет дом, где живут собственники. Но есть также большие комплексы. Это вот я гуляю комплекс. Это где у нас сыну мы сняли квартиру. Сейчас, секундочку. Жалко, что у меня не три руки. Вообще у меня тут другой руки еще что-то есть. Но вот вы обратите внимание, это, кстати, новые комплексы. И нигде вы не увидите никаких кондиционеров, да, вот где уже прошла в другие. То есть это вот уже там, типа, таунхаузов. То есть здесь люди снимают, это тоже съемное жилье. И люди снимают здесь квартиру, она двухэтажная. На первом этаже зал и кухня, а на втором этаже спальня. Вот. А вот они такие двухэтажные. Ну, по-моему, здесь три комнаты. По-моему, здесь еще есть кабинет. И вот впереди у них вот такой есть небольшой дворик. А сзади у них есть гараж. Ну, вот эти вот квартирки, они где-то по три с половиной, по четыре тысячи долларов стоят снимать. И опять-таки, повторяю, это не собственность. Это люди снимают. И вы здесь не купите, то есть возможности купить. Допустим, ну, кто-то снимает, а кто-то владеет. Нет. Весь этот комплекс владеет компания, которая строит именно вот такие вот комплексы большие, называются апартаменты на сдачу. Вот. Я в Краснодаре будучи, как-то не попалось мне такое, я не видела. Вы скажите мне, пожалуйста, есть такие, ну, может быть, в Москве есть комплексы, где только апартаменты. Помните, как раньше, вот были в старину, называлось доходные дома. Вот обращайте внимание на фасады, да, что очень мне нравится, что нету совершенно никаких кондиционеров, да, вот таких блоков никаких, ничего. Вот этот вот очень хороший, конечно, апартамент, вот этот комплекс очень хороший, очень уютный, чистый. Видите, у них у всех есть свои маленькие дворики. И вот эти блоки кондиционерные, вот они там стоят. Вот, на фасадах ни сзади, ни спереди, ни сбоку, нигде нет никаких, как их называют, ну, вот этих вот блоков кондиционерных. Да, и сзади у них вот такой гараж есть. Вот, но опять-таки я повторю, что это очень хороший комплекс. Люди живут состоятельно, видите, Ауди стоит. Вот. И в таких комплексах, конечно, лучше всего жить, потому что, когда люди с деньгами, здесь меньше живет всяких разных людей, с криминальными какими-нибудь прошлыми, либо там, знаете, с проблемными людьми. То есть тут люди, которые довольно-таки состоятельные, работают на крупной компании, либо свои бизнесы у людей. Это либо, допустим, люди приехали, еще не определились, где они хотят жить, в каком районе. Они, например, снимают квартиру. Вот, допустим, переехали с Калифорнии, да, они еще не знают, Даллас или не уверены, где они будут работать. Вот они сняли квартиру и живут, допустим, там, год. За год определяются, где они хотят купить дом, в каком районе они решают покупать. Вот. И вот такие вот, все вдоль дорожки всей, стоят вот такие для собачек мусорки, которые тоже я как-то пропустила мимо, но я не видела ни в парке Галицкого для собачек, таких вот стендов, да, мусорка. То есть достаете мешочек вот здесь для собачки, у него какашек, убираете, открываете мусорку вот здесь и туда бросаете. Каждый день приходит уборщица, целый этот мешок убирает и ставит новый. И так это вдоль всей дорожки. То есть когда вы гуляете с собачкой, все это очистится сразу же. Вот. И кондиционеров, как вы видите, нигде никаких нет. Вот. И эта отопительная система, она точно так же. То есть отопительная и охладительная система, это все в одном как бы пакете идет. Воздух холодный, теплый поступает через дырку в потолке. Я вам покажу потом изнутри, как это выглядит в квартире самой. И ни снаружи, ни внутри помещений нет блоков кондиционеров. Никаких. А стоит термостат. Обычно это умный термостат. Он такой тач-скрин называется. Ну тач-скрин. То есть вы на него нажимаете пальчиком и меняете температуру. И меняете режим. То есть с холода на тепло, либо на выключение. Батарей, как я вам еще повторяю, батарей не существует в Америке. Никто их не ставит. Теплый воздух подается через потолок, так же, как и холодный воздух подается через потолок. И вентилирование идет. Нужно включить фен и будет просто гонять воздух вам по всему дому. Вот. Это все, что я хотела на сегодня вам рассказать. Я иду дальше гулять. Опять в Техасе погода никак не наладится. Все время какие-то вот такие тучи. Тучи, тучи. Все время какие-то торнадо у нас идут, наводнения. Постоянно какие-то грозы. Вот. Если не пошел дождь днем, значит, он пойдет ночью. Если не пойдет ночью, значит, он пойдет утром. Я как приехала, я уже здесь сколько? Дней 10, наверное, да, нахожусь. Каждый божий день. То гром, то молния, то сирены воют, торнадо где-то рядом идет. Вот. А это вот частные дома напротив. То есть это уже дома, которые люди построили для себя. Это не для аренды. Это собственные дома. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что погода что-то у нас не шепчет. И те, которые возмущаются, что в России потоп, у нас только что спасали людей в Хьюстоне. Хьюстон залило так, что до крыши позаливало. До крыши водой. Не то, что там, знаете, был ураган. Обычно там бывает на Хьюстоне идет ураган какой-нибудь с Карибского, там, с Мексиканского залива. И заливает, ну, иногда полгорода, иногда там очень многие районы Хьюстона заливают. Именно вот этим вот нагоном с моря, с океана. А здесь нет просто речки, ручейки, разные маленькие речушки. Повыходили с берегов. Залили Техас дофига. И не только Хьюстон, но залило и много этих самых таких вот населенных пунктов, которые либо вокруг Хьюстона, либо где-то вот в сторону Далласа даже. То есть в этом году очень какое-то прямо мокрое такое, хотел сказать, лето, а еще да не лето, весна мокрая. Обычно, вы знаете, ну, к маю уже заканчивается вот такая вот билиберда такая. Ну, вот март, апрель, вот и все там у нас какие-то торнадо, все у нас какие-то там шторма, грозы такие, да, там наводнения. Ну, ладно, ну, может еще до середины мая, но не видно. Мне кажется, что это будет тянуться, все дело до июня. Просто нереальное количество осадков за все время, которое я здесь нахожусь. А до этого тоже там лило бесконечно. Вот, вот так это у нас тут все выглядит. Вот, ну, про кондиционеры я рассказала. Ребята, если есть вопросы, может быть, по стоимости домов, по налогам, по ипотеке на такие дома, дайте мне знать. Я вчера видео записывала из русского магазина, где пасочки были по 10 долларов, по 9-10 долларов. И я сказала, что вот с такими ценами, которые мы сейчас наблюдаем, чтобы комфортно жить, это не в Калифорнии, это не в Нью-Йорке, это просто в Далласе, который считается достаточно экономическим, экономным таким городом, да, то, я думаю, надо зарабатывать где-то 10 тысяч долларов в месяц, чтобы более-менее комфортно жить, не считая, как говорится, копейку, не экономя на питании, покупая качественную еду. Потому что в 10 тысяч долларов вы сразу отдадите эти 35% налог, останется вам всего-навсего 6500, из них вы заплатите 2-3 тысячи долларов за аренду жилья, сколько-то там за машину, страховка, медицинская страховка, что-то пенсионный фонд у вас уйдет, на питание, я думаю, что где-то тысячи две сейчас будут уходить с такими ценами легко в месяц, если не больше, заправка, машины, всякие разные мелкие нужды, если там у вас ребенок, нужно его в секции разные отводить и платить за эти секции, то все, вот, эти 6 тысяч у вас улетят, фу, вот так. Но чтобы иметь чистые 6 тысяч долларов на руки, вам надо получать 10 тысяч долларов грязными. Вот, ребята, по этому все на сейчас, задавайте вопросы, что интересует, буду на связи с вами, пока.